Ребятки, всем привет! Я наконец-то забралась до Table Mountain, то есть до стволовой горы. Решила я пойти без очереди, билет стоит в два раза дороже, но в очереди стоять совершенно не хочется. Поэтому сейчас по канатной дороге буду подниматься наверх прямо на гору. Сейчас я покажу, как это все происходит. Вот, так что будьте со мной, думаю, что будет интересно. И говорят, что со столовой горы можно полностью увидеть весь Кейптаун. Смотрите, ребят, вот она канатная дорога. Вот так вот здесь все поднимаются и спускаются в медленном темпе. Ну и, наверное, панорама оттуда открывается тоже шикарная. Я так предполагаю, не знаю, сейчас пойду и все уже посмотрю. Красота, ребят, просто красота. Вот она, столовая гора, Table Mountain в Кейптауне. Вот так вот выглядит кабинка. Смотрите, красивенькая такая, цветами разрисованная вся. Да, конечно, панорама отсюда открывается просто роскошно. Здесь еще и пол в кабинке вращается на 360 градусов. Так что можно с разных сторон посмотреть на весь Кейптаун. Ну вот, ребят, весь Кейптаун как на ладони. Время 9.30 утра, и я уже на Столовой горе. И мне, честно говоря, даже на этом фуникулере было немножко страшновато сюда подниматься, когда он уже поднимался, знаете, перпендикулярно горе. Было страшно. Столовая гора является визитной карточкой Кейптауна. Надо было обязательно ее посетить. Выбор у меня стоял между океанариумом в Кейптауне и подъемом на Столовую гору. Гора победила, потому что ее силуэт украшает даже флаг Кейптауна. Ну вот, ребят, вот такая вот панорама отсюда открывается. То есть, видите, я на фоне всего Кейптауна. Ну, просто немножко светит солнце, конечно, сентрано. Тем не менее, наконец-то я дождалась хорошей погоды для того, чтобы увидеть эту гору, потому что до этого были облака и было абсолютно ничего не видно. Смотрите, какая красота. И вот так вот, ребятки, выглядит здесь смотровая площадка. То есть, вот так вот прямо среди гор все выложено камнем. Ходишь и смотришь панораму Кейптауна. Ну, конечно, ребят, деревянные мостики – это просто кошмар. То есть, я не знаю, мне по ним страшно ходить. Но, тем не менее, народ ходит, как бы не переживает вообще за это дело. Но страшновато, если честно. Высота столовой горы в Кейптауне – 1087 метров. На ее вершину ведет обустроенная пешеходная тропа. Но самый быстрый способ забраться наверх – подняться по канатной дороге. Кабинки канатной дороги вращаются, и из них открывается панорамный вид 360 градусов на океан и весь Кейптаун. Ребят, ну поверьте, я забралась сюда только ради вас. Вот такая вот красота здесь. Но прохладно на горе, потому что все-таки в Кейптауне зима, вот поэтому на горе прохладно. Попасть на горы не проблема. Но, когда в Кейптауне облачная погода, канатная дорога не работает. Из горы ничего не видно. Я была в Кейптауне всего 4 дня, и только в последний день, перед вылетом обратно в Дурбан, мне повезло. Солнце выбралось наконец-то из-за облаков, и появилась возможность увидеть весь Кейптаун с горы. Смотрите, какие виды. Просто смотрите, какие виды отсюда открываются. Шикарно. Просто шикарно. Наслаждаюсь видом Кейптауна. В общем, по периметру всей горы здесь есть вот такие вот смотровые площадки, с которых открываются шикарные виды, можно фотографироваться, ну то есть все здорово. Но кто-то даже фотографируется и прямо на камнях. Но там страшновато. Лучше все-таки на площадках, я так думаю. Ну и пространство огромное, то есть есть много спотов, где можно фотографироваться, много мест. Ну, конечно, ребят, испытание еще то. Второй раз я уже на эту гору не пойду. Но один раз, конечно, здесь побывать стоит. Сделать отметочку, что я здесь была. А, я была на Тейбл Маунтэн, то есть на Столовой горе. Вот. И на этом, в принципе, все. Кстати, когда зимой такая возможность выпадает очень редко, потому что в основном облака. Но вот вчера и сегодня просто чудесная погода в Кейптауне. Кейптаун радует меня. Поэтому я, честно говоря, не надеялась, что мне удастся посмотреть Столовую гору. Но мне удалось. Вот. Поэтому просто очень рада. Билет на канатную дорогу на Тейбл Маунтэн стоит 395 рентов утром. Вечером на 55 рентов дешевле. В обе стороны. Заранее лучше не покупать, потому что погоду сложно предсказать. Когда я приехала к подъемнику на такси, там уже стояла очередь туристов. Потому что три дня было облачно. Взяла билет в два раза дороже по цене, но без очереди. Очереди не люблю с тех пор, как стояла в детстве с талонами за майонезом и докторской колбасой. Можно фотографироваться на площадке, можно фотографироваться вот здесь вот на камнях. Можно подниматься на гору на фуникулере, можно подниматься на гору пешком. Некоторые люди поднимаются пешком. Но я на такие подвиги, честно говоря, не способна. Мы вчера уже взбирались на кейппойнт. И сегодня как-то мои ноги уже подустали. И взбираться сюда, на столовую гору, мне не захотелось. Ну и хотелось проехаться, конечно, на фуникулере. Интересно было. Еще, ребятки, проблема в том, что вот эта вот дорога вдоль горы, она настолько длинная, что ходить и ходить. Я хотела вот так вот сократить путь, перейти на другую сторону. Но дело в том, что там какие-то лужи, такая полуболотистая местность. Так что не хочется мне там пробираться. А дорога вокруг горы, она такая длинная, длинная, длинная. Не знаю, сколько мне еще здесь идти. Но вот я уже даже подумала, что может быть лучше вернуться обратно и перейти на другую сторону. Ну, в общем, как-то и так. Потому что панорама-то, в принципе, с этой стороны, она одна и та же. То есть я уже ее посмотрела. Как бы особо смотреть не хочется. Хочется перейти уже на другую сторону. Только пока непонятно как, ребят. В общем, пока вы здесь ходите, нагуляетесь. Ты здесь шагов точно пройдете. Ребят, ну вот смотрите, как далеко там люди уходят. Мне уже туда далеко не захотелось идти. Поэтому я сейчас прыгаю вот по этим камням. И пытаюсь в мокрые участки перепрыгнуть. Ну, то есть встретила тут китайца, который с другой стороны сюда добрался. Говорю, как ты добрался? Он говорит, джамп, джамп, джамп. Прыгай, типа, прыгай, прыгай. Ну, вот и прыгай. В общем, мое мнение такое. Что-то в этой смотровой площадке в Южной Африке не доработали. Почему-то. Но зато дошла я до красивой горной гряды. Которая прямо растворяется в облаках. Ну, то есть здесь тоже красиво. Ну, в общем, ребят, смотрите. Вот такая вот панорама открывается с противоположной стороны. То есть вот такие вот горы здесь роскошные сзади меня. И горы прямо растворяются в облаках. Смотрите, какая красота. Просто восторг. Ну, все-таки здесь красиво, ребят. Здесь с противоположной стороны горы. Киптаун немножко видно, но стоит туман. Поэтому, ну, вот что могу, то для вас сниму. Зато шикарный вид на горные вершины открывается отсюда. Смотрите, вот такой вот деревянный мостик прямо над бездной. Иду, страшновато немножко, но иду, ползу потихоньку. Вот, смотрите, какая панорама отсюда открывается. Ну, народ здесь фотографируется, конечно, на мостике. Вот там вот внизу облака. Слева от меня сзади горные вершины. Ну, в общем-то, вот так вот. Так что здесь есть красивые места. И есть где сфотографироваться на столовой горе. Или на столовой. Как правильно говорить? На столовой, наверное. Не знаю, ребят. Тэбл Маунтэн, в общем, в Кейптауне. А здесь есть кафешка, где можно выпить кофе. Ну, не знаю, там для меня сегодня места остались или нет. Потому что сегодня воскресенье. Людей на смотровой площадке очень много. Но надеюсь, что все-таки места есть. Ну, в общем, сейчас зайду, посмотрю. Ну, в общем-то, ребят, нужно выпить кофе. Вот с таким вот видом роскошным. Поэтому я сейчас здесь. Вот мой кофе. Достался мне все-таки кофе. В такой толпе людей. Вот, сейчас пью кофе. И уже спускаюсь вниз. Вот такая вот здесь наверху парковка. Фуникулера. Все, ребят, мы поехали вниз. Смотрите, какая красота. В Киптауне я заказывала. Такси через приложение Uber. Это, пожалуй, самое дешевое такси в Южной Африке. Ну, а под Рубану мы ездили с Жанной на ее автомобиле. А у меня на сегодня все, дорогие мои подписчики. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. С вами была Елена Шарова из Киптауна. Всем пока-пока. Всем хорошего дня и отличного настроения. И хороших вам путешествий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok